Жилинский пруд стал чище благодаря акции «Вода России». В округе прошел третий этап экологического проекта, который стартовал по всей стране в конце апреля. Его главная миссия – привести в порядок не только прибрежные зоны, но и сами водоемы. Для местных жителей этот пруд, который в народе прозвали Жилинским, настоящая жемчужина и объект постоянного внимания и заботы. За чистотой на водоеме следят круглый год. Это же вода, это пруд, это красота. Утром выходишь, пруд, у нас уточки плавают здесь. Это так красиво, но так живописно, это наслаждение. Мы периодически ухаживаем за этим прудом, постоянно его убираем, косим траву. Но с очисткой самого пруда от поваленных деревьев люди сами не справятся. Нужны специализированные машины. На крич жителей деревни Жилина откликнулась администрация округа. Вместе с ними и предприниматели, которые предоставили технику. Огромное дерево, которое достали из пруда, сразу опилили и погрузили в специальные контейнеры. Вся собранная из водоема древесина отправится на вторичную переработку. Не в самом худшем состоянии находится этот пруд по сравнению с другими водными объектами. Тем не менее, за водным объектом надо смотреть, чтобы он не пришел в ужасающее состояние. Мы подали заявку, чтобы войти в программу «100 прудов в Подмосковье» на следующий год. Мы очень надеемся, что в июне месяце здесь начнется следующего года полноценные работы уже профильными подрядными организациями по очистке, извлечению иловых отложений, очистке береговой зоны. Жилинский пруд стал третьим объектом в округе, где прошла всероссийская акция «Вода России». Завершится масштабный эко-марафон в конце этого месяца. Кульминацией ежегодного проекта станет уборка на реке Македонка.